Канал The Get поступил следующий вопрос. Что делать? Постоянно тянет ко всему плохому. Ну, действительно, казалось бы, если мы различаем хорошее и плохое, то зачем же мы тянемся к плохому? Если мы уже по нашему опыту знаем, что если мы сделаем что-то плохое, то оно точно не будет хорошо. Зачем туда тянемся? Знаем ведь, что нельзя осуждать, например. К примеру. Начинаем осуждать, а потом расстраиваемся, унываем, переживаем. Знаем, что нельзя гневаться. Все нам возвращается. Все, что мы делаем, все, как мы поступаем, потом приходится за все расплачиваться. И так далее. Любой грех, собственно говоря, оборачивается огромным количеством проблем. Ну, прежде всего, безблагодатной жизни, душевной болезнью, душевной болью, опустошением, унынием и так далее. Ну, и плюс еще всевозможные проблемы, которые тянутся и в семьях, и вокруг нас. Ну, что же нас такое тянет? Ну, почему же плохое может быть таким притягательным? Ну, дело в том, что у нас живет два человека. У нас такое бывает развоение личности. Знаете, такая духовная шлифрения. В нас может жить человек ветхий и человек новый. Человек ветхий, откуда он берется? Ну, во-первых, еще от наших прародителей, из поколения в поколение передается расположенность к греху. Наша страстная греховная природа, она в нас всегда пребывает. Плюс мы еще добавляем к этой природе свои грехи, свои страсти, свои нарушения заповедей божьих и обрастаем теми или иными идолами, нашими страстями, которым потом поклоняемся. И не можем от них никак избавиться. И это обуславливает такую тягу к плохому. И апостол Павел говорит, доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю, ну откуда это берется? Вот именно оттуда, от нашего ветхого человека, который в нас живет. Поэтому надо знать, что в нас происходит внутренняя борьба постоянно между этим ветхим и новым человеком. Новый человек, конечно, стремится ко всему благому. У нас есть уже свой духовный опыт. У каждого человека, верующего, есть опыт в благодатной жизни, большой или маленький, неважно. И, собственно говоря, постепенно-постепенно новый человек побеждает ветхого, если мы призываем на помощь Бога. Если мы сами пытаемся без Бога что-то изменить, у нас ничего не получается. Ветхий человек только возрастает и набрасывает снова снова на нас. Если мы призываем Бога, то все возможно верующему, потому что Бог всесилен. И Господь нас укрепляет, Господь нас вразумляет, Господь нас умудряет. Господь дает нам возможность благодатно переродиться своим действием, своим промыслом. Господь ведет нас по пути спасению, Господь отвечает на наши молитвы. Иногда мы не получаем ответа от Бога, или, вернее так, Господь, может быть, и что-то не делает в нашей жизни, потому что мы не просим у Него, просто не молимся, не обращаемся к Нему. Поэтому прежде всего будем просить у Него нашего спасения. Будем просить у Него победу над ветхим человеком, который у нас живет. Будем просить у Него той свободы, которая бывает только во Христе. И не будем удивляться, смущаться, что внутренняя борьба, вот это желание зла все-таки в нас живет. Но будем верить, что с помощью Божьей мы победим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.